всем привет на связи федор васильев и в этом небольшом уроке мы продолжаем с вами разбираться с темой магазина а именно система джекаса на платформу кмс джумла а давайте в этом уроке мы установим с вами дистрибутив джекаса и установим шаблон прошлом уроке мы с вами скачали дистрибутив джекаса да и шаблон давайте это все дело мы установим к нам на джуму я нахожусь в админка джумла переходим мы с вами расширение менеджер расширение установить и можно либо кликнуть по зеленой кнопке найти дистрибутив на компьютере либо можно просто мышкой перетащить в эту область и отпустить мышь. И мы сразу видим вот такое сообщение. И здесь черно по белому написано, что нужно сделать, чтобы продолжить. Нам необходимо ввести логин и пароль тот, который участвует в подписке на сайте разработчика jcasa. То есть где-то вы или сохранили в документе пароль или логин, или помните наизусть. В общем, это все дело нам нужно здесь прописать. Давайте это сделаем. Я прописываю свой логин и пароль от аккаунта jcasa. jcasa. Так, логин вставил, прописываю пароль и нажимаем загрузить и установить. И немножко ждем. Итак, мы должны увидеть вот такую страницу. И вот здесь вот сообщение в углу установка пакета успешно завершена. В правом верхнем углу это сообщение можно закрыть. На первой странице компонента jcasa, то есть вот здесь мы видим, это написано, видите, вот здесь jcasa admin. Здесь будет вся статистика всех событий магазина. Там сколько купили, сколько визитов было, то есть все пока здесь у нас по нулям. Новых пользователей. Здесь ничего сложного нет. Здесь будет картина намного понятнее, когда мы с вами наполним, например, магазин товарами, будем тестировать, добавлять в корзину товары, заходить в разный день, пробовать купить, пока тестируем магазин. И это все будет отображаться здесь и все будет здесь достаточно понятно и симпатично. Здесь у нас наверху располагается обычная панель Joomla. Просто здесь присутствует свой дизайн от компонента jcasa. Здесь у нас есть вот такая вот панель меню, мы можем вот так ее свернуть, развернуть. Я не буду сейчас вот пробегаться по каждому пункту, объяснять, что это значит. Да, это бессмысленно. Мы с вами пока будем начинать, создавать потихоньку. И когда будет речь заходить о создании категории, то мы конкретно создаем категории. Если товары, то товары. Какие-то создавать дополнительные вкладки, опции. Все это будет потихоньку, параллельно создаваться и таким образом материал будет усваиваться лучше. Так как я вам говорил, что я буду использовать потрясающий шаблон U-Market, его сейчас мы также установим. Да, кстати, напоминаю, у меня осталось 27 уже промо-кодов на 15% скидку покупки системы J-CASA. Так что поторопитесь, пока промо-коды есть. Дальше мы с вами переходим расширение установить. Итак, заходим в папку с шаблоном. У нас здесь два шаблона, они нам оба нужны. Значит, находим вот этот файл, перетаскиваем. Установка файла успешно завершена. Дальше видим вот такой вот начинается файл названия tpl.vtgs. Также его перетаскиваем. Установка с шаблоном успешно завершена. Давайте посмотрим расширение шаблона. Вот у нас GSUMarket появился. Ставим звездочку, кликаем, чтобы он был по умолчанию. Настройки его мы рассмотрим позже. Их не так уж и много, но они достаточно полезны. Если посмотрим сейчас на наш сайт, обновим страницу, то у нас здесь с вами уже все по-другому. мы уже в принципе видим шаблон, потому что видите вот эта шапочка, у нас так красиво уже при прокрутке сжимается логотип. То есть уже по всем признакам я вижу, что шаблон у нас здесь присутствует именно U-Market. Почему два шаблона вы спросите? Один шаблон просто для сайта Joomla может отдельно как бы использоваться без компонента J-Case например. А второй шаблон у нас непосредственно для J-Case для красивого отображения. И что мы делаем дальше? Здесь мы можем перейти сразу посмотреть вот здесь вот вкладка инструменты кликаем раскрывается под меню мы кликаем расширение вот здесь вот в этом блоке будут показываться все установленные расширения какие установлены какие нужно обновить то есть вот где галочка если мы наводим мышь написано установлено а где вот такая стрелочка у нас написано обновить значит имеется обновление но мы не торопимся обновить ниже также показано доступное расширение всевозможные и там где нужно обновить кнопочка такая желтая и вот обратите внимание то есть сам компонент J-Case 137 Beta 3 то есть получается как бы еще в бета тестирование не советую обновляться пока не будет стабильная соответственно она здесь показана у нас вот она J-Case видите 136 137 дальше посмотрим что мы можем еще обновить Genetics Framework вот она тоже видите написано Beta тоже пока не обновляем и вот здесь сейчас вам сразу станет понятно что за шаблоны и какой за что отвечает вот видите Templates GS UMarket и вот здесь написано основной шаблон для сайта Joomla шаблон может работать отдельно и в совокупности с шаблоном UMarket для компонента то есть это у нас никакой не Beta попробуем обновиться и в самом низу есть J-Cat Templates UMarket шаблон для компонента J-Case то есть вот он именно для компонента то есть нам нужно и то и другое давайте попробуем вот этот шаблон обновить нажимаем на кнопку обновить логин и пароль и пароль введены неправильно либо такой учетной записи еще не существует так я нажимаю обновить у меня установка файла успешно завершена то есть я еще раз кликнул на кнопку обновить должно в принципе обновиться мы же с вами уже авторизовывались давайте посмотрим в самый низ вот у меня написано установлен да шаблон для J-Case установлен смотрите что можно сделать если у вас возникнет вопрос что вы как бы не авторизованно переходим в списке в настройки и вот здесь есть вкладка подписка здесь уже должно у вас проставлено быть то что мы с вами делали в самом начале то есть логин и пароль от аккаунта подписки на данный компонент у разработчиков здесь у меня все стояло я просто нажал еще раз сохранить закрыть перешел еще раз инструменты расширения и у меня получилось здесь обновить нам осталось обновить еще templates давайте попробуем нажимаем на кнопку обновить экрану так забеляется идет подгрузка и у нас установка шаблона успешно завершена тоже все получилось здесь тоже вся картина изменилась и у нас осталось значит плагин обновить библиотека да фреймворк но у нас бета мы пока не трогаем ну и сама джекаса тоже бета пока не будет стабильно не рекомендую обновляться то есть на этой вкладке на этой странице вы всегда будете обновляться то что вам нужно и добавлять прямо отсюда из админки новые плагины которые вам нужны то есть они сделали очень удобно нежели раньше приходилось на сайте выковыривать выбирать читая там вот этот плагин так называется нужно читать описание за что он отвечает а здесь сразу с описанием с картиночкой и прямо из админки можно установить любой плагин например рейтинг звездами то есть очень-очень все круто а единственный есть момент что с этим шаблоном юмаркет не все плагины поддерживаются далеко не все об этом сказано на сайте разработчикам можете посмотреть но я думаю что шаблон будет обновляться и многие вещи будут работать на этом данный урок я заканчиваю если для вас он был полезен интересен поддержите меня лайком и подпиской на канал чтобы не пропустить новые познавательные выпуски также подписывайтесь на мою группу вконтакте я там дублирую видео если удобно вам смотреть видео со страницы вк ссылка также в описании под этим видео на этом здесь все и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hosting сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый КМС 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45% а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь за книгу на доскать лимон лимон . . . . . . Субтитры создавал DimaTorzok